Я благодарю вас, господин председатель. Хорошо это или плохо, но в последнее время гуманитарная проблематика все чаще становится предметом внимания Совета Безопасности ООН. Полагаем, что настает время провести ее комплексное обсуждение применительно к Ближнему Востоку и Северной Африке. Организовать тематические дебаты на тему «Катастрофические последствия разрушения государственности стран региона в результате внешнего вмешательства». Число жертв исчисляется миллионами. Однако переживаний по этому поводу от тех, кто повинен в этих трагедиях, мы не слышали. Действительно, война, начатая американо-британским вторжением в Ирак, по сути продолжается уже 13 лет. Развал некогда процветавшей Ливии привел к дестабилизации огромных пространств Северной Африки. Сирию превратили в сферу соперничества за региональное лидерство, не гнушаясь использовать в своих целях потенциал откровенно террористических организаций. При этом гуманитарные трагедии, о которых мы сегодня слышали, не рассматриваются как достаточное основание для отказа от обанкротившейся политики. Провал своих геополитических авантюр некоторые пытаются прикрыть циничным морализаторством, да и просто враньем. Мы часто сталкиваемся с этим при обсуждении в Совете безопасности сирийского сюжета. Не стало исключением и сегодняшнее заседание. Господин председатель, гуманитарную ситуацию в Сирии нельзя обсуждать в отрыве от других задач, сформулированных в решениях Совета безопасности и Международной группы поддержки Сирии. Борьба с терроризмом, политическое урегулирование, установление режима прекращения боевых действий. Здесь мы наблюдаем явный перекос. Господин Демистура словно забыл, что от него все же в первую очередь ожидается продвижение политического процесса. Он не находит в себе сил ни возобновить межсирийские переговоры, которые были прерваны еще в мае, ни четко назвать причину этого, полную неготовность оппозиционеров к серьезным переговорам. Надеемся, что в выступлении господина Демистуры в Совете безопасности 8 декабря прозвучит, наконец, что-то конкретное. Вообще следует признать фактический провал концепции умеренной оппозиции. Она не получила своего убедительного политического выражения, а в военном плане немногочисленные умеренные оказались солдатами Нусры и прочих экстремистских группировок. Инертность оновцев на политическом треке словно компенсируется их соревнованиям по гуманитарке, кто сделает более громкое заявление или предложит более яркую инициативу. Причем, когда доходит до дела, эти инициативы либо отвергаются оппозиции, либо сами оновцы на практике оказываются не готовы к их реализации. Это в полной мере проявилось в ситуации вокруг Восточного Алеппо. Господин председатель, мы разделяем глубокую озабоченность положением гражданского населения в Восточном Алеппо. Но облегчить его страдания можно отнюдь не прекращением антитеррористической операции. Оставить Сирию и Ирак террористическому халифату и апеллировать к гуманизму террористов – это не альтернатива. Нынешней ситуации можно было бы избежать, если бы, по крайней мере, было выполнено данные нам еще в конце февраля директором ЦРУ Бреннаном обещание отмежевать в течение двух-трех недель так называемых умеренных боевиков, если таковые вообще существуют, от террористов. Потом оно неоднократно возобновлялось, в том числе и на высшем уровне. Но ВОЗ и ныне там. Очевидно, что все это время нас водили за нос. Либо американские партнеры и их союзники на самом деле не могли и не имели ресурсов выполнить обещанное, либо, скорее, просто не хотели этого, не оставляя опасных попыток использовать террористов для смены власти в Сирии. Господин председатель, нет ничего удивительного в том, что именно Франция и Великобритания давно и оголтела, призывающие к смене руководства Сирии и оказывающие щедрую поддержку боевикам, стали инициаторами сегодняшнего заседания, якобы ввиду своей озабоченности положением дел в Восточном Алеппо. На самом деле причина в другом. Пестуемые и поощряемые, в том числе ими, бандиты терпят там поражение. Освобождена уже почти половина данной части города. Это может стать крупнейшей, в том числе моральной победой сирийских войск с 2012 года, когда в северной столице начали закрепляться забрасываемые туда отряды джихадистов, спонсируемые и вооружаемые из-за рубежа. Нынешнее заседание – это отчаянная попытка, задействуя Совет Безопасности ООН, спасти террористов от Алеппского разгрома. В этом же ряду, кстати, постоянное блокирование предложений листировать в санкционный список Совета Безопасности такие терргруппировки, как Архар Аш-Шам, Джейш Аш-Ислам и другие. Очевидно, что любая помощь боевикам в Алеппо является однозначной поддержкой террористов Джабхата Нусры, поскольку именно эта группировка, внесённая в терсписок Совета Безопасности, дирижирует военными операциями всех незаконных вооружённых формирований в захваченных кварталах. Мы решительно осуждаем все попытки выгораживания террористов, в том числе политические акции под гуманитарными предлогами, в которые, к сожалению, оказались тянутыми и ООНовские гуманитарщики. Как иначе можно трактовать, например, тот факт, что на 200 тысяч жителей осаждённого Дерезора, что даже по оценкам ООН составляет четверть всех блокированных сирийцев, приходится всего 1% гуманитарной помощи? Как практически никому нет дела и до того, что ещё недавно номинированные аж на Нобелевскую премию мира псевдогуманитарные белые каски отличились вопиющим по цинизму постановочным роликом, размещённым в интернете о якобы осуществлённой ими спасательной операции? Где же массовый хор осуждения таких беспардонных фейков, в том числе со стороны якобы объективных и беспристрастных западных средств нанцевой информации? Почему это враньё не осудило сегодня представитель Соединённых Штатов, профессиональный журналист? Впрочем, стандарты американской журналистики, да и политики опустились до бульварного уровня, недавно поразившего весь мир. А дезинформация – стандартный приём американской дипломатии. В том, что гуманитарные проблемы на самом деле не интересуют ни Париж, ни Лондон, ни Вашингтон, ни некоторых других, легко убедиться, заметив их безразличные отношения к страданиям людей в Масуле. Катастрофическая гуманитарная ситуация в Йемене тоже их не беспокоит, хотя там в помощи нуждается более 80% населения. Что касается Алеппо, то после освобождения северного сектора его восточной части тысячи людей, которые удерживались боевиками в качестве живого щита, наконец получили возможность выйти из города, получить помощь питанием и предметами первой необходимости. По нашим данным, из этих кварталов уже ушли 6,5 тысяч человек, в том числе более 2800 детей. Российская Федерация оказывала и продолжает оказывать жителям Алеппо экстренную гуманитарную помощь. По поручению президента России, Минобороны направляет медицинский отряд специального назначения с многофункциональным госпиталем на 100 мест со специальным детским терапевтическим отделением. Суточная пропускная способность госпиталя для амбулаторного лечения 420 человек. А Министерство по чрезвычайным ситуациям перебрасывает мобильные госпиталя на 50 мест для стационарного лечения и с возможностью оказания амбулаторной помощи 200 пострадавшим в сутки. Рассчитываем, что необходимую губпомощь вырвавшимся из плена мирным жителям экстренно окажут и гуманитарные структуры ООН, сфокусированные на Восточном Алеппо свое особое внимание. Кстати, меня удивило, как, к сожалению, ушедшее заседание моя американская коллега рассуждала о том, что как же разве жители Восточного Алеппо пойдут на Западное Алеппо, контролируемое правительством, ведь правительство является мучителем этих людей. Но, наверное, ваша предпосылка сделана неправильно. Нам и воновские гуманитарщики раньше говорили, что во всех случаях, во всех случаях, когда жители Сирии вырываются из осады, они идут на территории, контролируемой правительством. Значит, наверное, террористов, а не правительство, они рассматривают как своих мучителей. На этом фоне нам непонятно желание так называемой гуманитарной тройки в Совете Безопасности форсировать продвижение неконсенсусного проекта резолюции по Алеппо. Делу это не поможет. А вот опасность наступить на те же грабли, что и 8 октября, когда делегация Франции намеренно вынесла на голосование текст, не заручившись поддержкой всех членов Совета, имеется. Без учета наших главных озабоченностей проект резолюции не пройдет. Такое же мы уже наблюдали ранее. Призывы к единству Совета перемежаются с поспешной постановкой на голосование без перспективных текстов. Это никуда не годная тактика. Ключевое условие для любого прекращения огня и начала оказания гумпомощи отмежевания боевиков, не причисленных к террористам, от Джабхата Нусра должно быть обязательное, недвусмысленное и ничем не обусловленное указание на то, что террористы, внесенные в терсписки Совета Безопасности, должны исключаться из любого режима прекращения огня. Предлагаем тройке не торопиться с голосованием, а, учитывая складывающуюся обстановку, подумать, как можно было бы модифицировать проект, чтобы он учитывал ООНовский гуманитарный план для Алеппо. Россия в целом поддерживает любые беспристрастные международные гуманитарные усилия и готова работать в интересах его реализации. Кстати, трасса Костелло полностью освобождена теперь и может быть использована для прохождения транспорта с гумпомощью. К сожалению, в свое время Соединенные Штаты при всей их гуманитарной риторике отказались вместе с нашими военными гарантировать трассу Костелло для доставки гуманитарной помощи. Но теперь нам не нужна ни помощь Соединенных Штатов, ни согласие оппозиционеров, так что трассу Костелло, как мы надеемся, ООНовцы будут эффективно использовать. Конечно, чтобы план не был сорван, его началу должна предшествовать должная подготовка. Необходимо получить твердые гарантии боевиков за подписью их командиров, что они не будут препятствовать прохождению гумконвоев. Соответствующие гарантии должны дать и сами ООНовцы. Важно заранее иметь списки раненых и больных для эвакуации, списки медперсонала для ротации. Нужно иметь представление о номенклатуре гумпомощи и порядке ее распределения среди нуждающихся. Все шаги должны быть согласованы с правительством Сирии и со всеми группировками, орудующими в Восточном Алеппо. Иначе мы получим очередной пропагандистский выхлоп, не имеющий шансов на реализацию. В плане размежевания боевиков следует требовать от них и так называемых местных советов составления списков террористов Джабхата Нусры, которых необходимо вывезти из города, а также списков тех вооруженных людей, которые сами желают покинуть Восточный Алеппо. Если западные калеки действительно так обеспокоены положением мирных жителей Восточного Алеппо, да и всей Сирии, то в первую очередь им надо предпринять реальные практические шаги, прекратить поддерживать террористов и снять односторонние санкции. Надо оказывать реальную помощь, что и делает Россия, а не пытаться использовать чувствительные гуманитарные проблемы для достижения своих политических целей. Я благодарю вас, господин председатель. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова